Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналя и сегодня у нас будет долгожданное видео покупочка. На ярмарке, на которой продавались лошади со скидкой, к сожалению вовремя видео выпустить не получилось, у меня слетела программа, слетел звук и это просто поверхностная запись, поэтому шайр был куплен уже давно, так что устраивайтесь поудобнее и уседлайте своих коней и поехали на ярмарку лошадей, где как раз на той самой неделе была скидка на этих прекрасных тяжиков. Я долго выбирала, но в итоге остановилась на вот этих двух мастях, ну и конечно же после долгих мучений и обдумываний я решила выбрать вот этого вот очень темненького. Назвала я его бодрый приятель, я думаю для шайра с очень спокойным покладистым нравом это будет самое подходящее имя, у меня это как видите взрослый жеребец. И да, наконец-то я его покупаю, я очень долго думала над покупкой, так долго что дожила аж до скидки на эту лошадь. Итак, все уже все готово, имя есть, масть есть, прическу я менять не стала, мне очень нравится его обычная стандартная стрижка. Да, так что нажимаем и покупаем. Да, 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 да. Ооо, какой ты хороший. Вы посмотрите на эти губки и розовый носик. Все, если лошадь розовый носик, это гарантирует уже 50% того, что я захочу ее купить. Ну слушайте, какой ты классный. Конечно же мы отправляем его в конюшню, никогда не сажусь на основном аккаунте на лошадей сразу, мне всегда нужно съездить именно на конюшню, зайти, увидеть и просто обрадоваться жизни, как эти лошади стоят в конюшнях первого уровня. Ну я думаю, кстати, я не одна такая, что большинство игроков тоже предпочитает отправлять новокупленных лошадей в конюшню. И знаете, вот жалко, что у меня не осталось старого шайра первого поколения, можно считать второго, наверное, который у меня был, потому что я его когда-то продала и так и не вернула к себе в конюшню. Хотя стоп, стоп, это идеальная возможность его вернуть. Все, ребята, покупка шайра превращается в покупка двух шайров, первого, ну точнее второго и третьего поколения. Третьего поколения мы уже купили, поэтому бегом отправляемся на ярмарку, чтобы вернуть ко мне в конюшню когда-то проданного шайра. Я думала, может быть, другую масть выбрать, но сейчас я понимаю, что я соскучилась по могучему духу. Вот он, взрослый жеребец, могущий дух, вот такой вот шайр у меня был, да, когда-то моя эмоциональная волна на удаление старых ненужных лошадей вынудила меня его продать. Ой, ну теперь ты дома, боже мой, боже, наконец-то ты дома. Нужно будет, правда, его качать, и, кстати, я помню, что в те времена, когда я его купила, прокачка шайров была очень-очень сложной. Так, вот мы и на конюшенке. Делаем сортировку по уровню. Так, нет, по пародии. Где-где-где-где-где? Вот, вот два моих шайра! Так, вот старичок и новенький. Боже, я даже не планировала, что я куплю сейчас себе старого шайра, могучего духа своего, верну его в конюшню, и это... О, это очень мило! Могучий дух, можешь расслабиться, ты дома. Больше этого не повторится, прости меня, пожалуйста. Если, ребята, вы хотите посмотреть, почему, по каким причинам я удаляла коней, то вот в подсказке всплыло видео. О, здравствуй, бодрый приятель! Теперь, значит, новенького пощупаем. Какой-то большой! Всё-таки они сильно отличаются шайрой, клейдой, далее. Ну, шайра и перширона так вообще точно отличаются кардинально. Так, сразу его чистим. Я хоть и оплачиваю себе уход ежедневный на месяц, но, как видите, опыт всё-таки прокачивается благодаря уходу. Поэтому запускать это ни в коем случае нельзя. Ну, если вы в особенности заходите в игру. Так, быстро мы сейчас скакать не можем, у нас первый уровень. Вот так, и надо будет подумать, во что же тебя нарядит. Боже, я такая маленькая по сравнению с этим шайром, точнее, я хотела сказать першироном. Нет, шайром. Очень хочется в бежевых каких-то оттенках его сейчас сражения подобрать. Ну, сейчас посмотрим, подумаем, что можно сделать. И вот он, но большое чудо с густой гривой и очень милой мордашкой. Всё-таки я решила такой вот комплект на него сейчас надеть. Ну, может быть, потом ещё и украшения. Глядя на него, мне так и хочется взять с собой питомца, вплести ему в гриву какой-нибудь бантик и на хвост тоже. Ой, ну, мне очень нравится. А алюры, я их видела уже давно, я знаю анимацию шайров, но когда ты сидишь уже верхом на этой лошади, которую ты только наблюдал со стороны, и ты вот это всё можешь прочувствовать, это, конечно, ни с чем не сравнится. Сейчас, конечно же, у нас ничего нету, никаких специальных алюров, анимаций, но, насколько я помню, у шайра есть только анимация, как он ложится, и больше ничего. Никакого специального алюра у него нету. И вы просто посмотрите на размер его копыт. Так что, я очень довольна данной породой, я просто безмерно счастлива от того, что я смогла его наконец-то купить, да ещё со скидки, как бы скидка была приятным бонусом и неким толчком для его покупки. Так как видео было снято во время распродажи, надеюсь, вы тоже смогли приобрести себе какую-нибудь лошадь, тоже по скидке, не обязательно шайра. Я вас поздравляю с прошедшей покупочкой. Ну а на этом всё, и я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!